Огромный спортзал, современный пищеблок и внушительный актовый зал. Всего 8 блоков. Новую школу в поселье строили по новому принципу. Главный принцип, чтобы не перемешивать потоки младших и старших классов. Поэтому делили на блоки специально. Вместо положенных двух, школу на 450 мест в поселье построили всего за год. В комфорт детей вложили больше 420 миллионов рублей. Лифты, пандусы, туалеты – все для инклюзивного образования. Сегодня на школу получают разрешительную документацию и 1 сентября она уже откроет двери. Кстати, здесь установлена модульная газовая котельная. Достаточно экологический выброс, здесь нет от него дыма. И она наиболее энергоэффективная. Мы сегодня зиму проэксплуатировали. Очень качественно и не требующий дополнительных затрат отрабатывает в автоматическом режиме. Школа в Нижнем Саентуе тоже примет 450 учеников. Те же современные материалы в наружной отделке, прорезиненные дорожки и искусственное поле. Ну, конечно, рады. Мы с нетерпением ждем. Сидим на чемоданах, можно сказать. И в новую школу идем с новым проектом. Он называется «Умная школа». Там пять направлений. Одно из направлений – это электронная проходная. По электронной карте можно будет не только пройти и выйти, но и рассчитаться за обед в школьной столовой. Построить современные школы удалось благодаря нацпроекту образования. По ликвидации третьей смены в этом году у нас предполагается еще строительство шести школ. Проекты типовые, они в принципе уже отработаны, идут в ускоренном режиме. Остальные школы строят также из экологически безопасных материалов и оснащают всем необходимым оборудованием. Помимо стадионов, у многих учебных заведений появятся свои сады, питомники и даже метеорологические площадки. Мария Латышева, Вячеслав Батоев. Новости дня.